Здравствуйте, с Вами Ехименко Наталья Юрьевна, специалист по травм, коллекционер народных методов лечения и я нахожусь возле известного кустарника, иногда это бывает и деревца, это вишня. В данном случае это молоденькая поросль и вряд ли ее сюда занесли птички, скорее всего с ближайших дачных участков ее сюда выкопали и пересадили. И в результате на полянке, на которой еще недавно ничего не было, здесь хорошая такая поросль молодой вишни, они в этом городе хорошо цвели и даже завязали ягодки, но ягодки мне не достанутся, потому что место достаточно такое проходимое и ягоду соберут до меня, но я здесь могу собрать молоденький лист вишни. Вот сейчас именно та пора, когда можно собирать лист вишни. Вот ее ветки еще не одеревенели и собираются вот так вот, молоденькие веточки вместе с листочками собираются. И чем же полезен лист вишни? Лист вишни не менее полезен, а в некоторых случаях даже и более, чем сама ягода вишни. Ну, во-первых, в листе вишни огромное количество микроэлементов, и марганец, и моливден, и кальций, и огромное количество витаминов. Это и А, и С, и К, и П, и группы В. Также есть антиоксиданты, есть кумарины, которые отвечают за разжижение крови и, в общем-то, чем он нам, в общем-то, и ценен. Огромное количество аминокислот, и, в частности, одна аминокислота, амигнолин, она отвечает за то, чтобы, в общем, при приеме ее вовнутрь улучшается сердцебиение, то есть снимается вот эта тахикардия. Поэтому лист вишни ценен как гипотензивное средство, как средство, улучшающее кроветворение за счет марганца, восполняется минеральный состав. И лист вишни вполне показан после инфарктов, инсультов для восстановления для скорейшего, в частности, для восстановления водно-минерального состава, как крови, так и других жидкостей в организме. И лист вишни прекрасен и для профилактики, для того, чтобы не было сердечно-сосудистых вот таких катастроф, инфарктов, инсультов, крови, разжижительный эффект прекрасен. И лист вишни обладает успокаивающим действием, поэтому чай, принятый после 17 часов, одновременно вам, в общем-то, лучше состав крови, успокоит. Лист вишни обладает небольшим мочегонным эффектом, что тоже очень хорошо. И я очень часто говорю противопоказания к травам. Самое первое противопоказание – это нельзя беременным, нельзя беременным, нельзя беременным. А вот здесь лист вишни как раз можно беременным. Во-первых, здесь очень много микроэлементов. Во-вторых, небольшое мочегонное действие. И вполне нет никаких противопоказаний для того, чтобы беременная пила лист из листьев вишни. Лист вишни вообще очень часто использовался раньше для еды. В общем-то, сейчас мы об этом несколько подзабыли, но нужно вспоминать. В листе вишни очень много антиоксидантов. И поэтому лист вишни, в общем-то, при постоянном приеме является профилактикой. Как простудных заболеваний, так и грозных раковых заболеваний антиоксиданты нужны нам при постоянном приеме. Надо, чтобы с продуктами питания нам они поступали. А самое простое для того, чтобы сделать это поступление регулярным, это принимать зеленые чаи. В частности, из листа вишни. Лист вишни хорош при простудах, при многих воспалительных заболеваниях. У него интересно наружное применение. Вот если из такого молоденького листа сделать такую кашицу, то он будет служить, во-первых, антибактериальным, а во-вторых, кровоостанавливающим средством. Останавливать носовые кровотечения, геморроидальные кровотечения. У него интересный состав кумаринов. Они одновременно разжижают кровь при внутреннем приеме, а вот при наружном способствуют свертываемостью, сформированию сгустка крови на месте раны. Лист вишни прекрасен для применения в косметологии. Он обладает ранозаживляющим, регенерирующим свойством. И, конечно же, масочки из листа вишни прекрасны. Лист вишни поддается ферментированию. И вот именно сейчас самая пора. Он мягкий, его не надо даже завяливать, не надо его мыть. Его можно просто собрать в таз и вот так вот пожемкать, как обычно вы мнете капусту. Хорошо промяв, накрыть влажным полотенцем и следить за запахом. Тут все зависит от температуры, в которой будет стоять этот таз с листом вишни. В какое-то время вы заметите отчетливый фруктовый запах. Вот все, ферментация произошла. Соки вишни частично переработали сам вишневый лист. И лист вишни приобретает необыкновенный вкус на самом деле. Сушить нужно. Вот духовка должна несколько имитировать сушку в русской печи. То есть это примерно 60 градусов. Это не жара-жара. Чуть-чуть можно приоткрыть дверцу. Иногда, иногда многие хорошо промывают кирпич. Хорошо его нагревают в духовке. Потом выключают ее. И тогда уже под действием исходящего от кирпича, в общем-то, сушится этот лист вишни. Вполне такая очень интересная имитация. Но ферментированный лист можно немножко и прогреть на сухих чугунных сковородах. Прожарить его, а потом уже досушить на сушилках. Конечно, лист вишни более зрелый. Применяется и для консервирования. И в чаях, когда лист более зрелый, он несколько такой грубоватый вкус дает. А вот такой молодой как раз дает прекрасный, нежный вкус. Ферментированный особенно лист вишни. Он идет как добавка к ферментированному иван-чаю, так даже и в моноварианте. Есть сведения, что лист вишни ферментируют осенью, когда он уже меняет цвет и когда он готов вот-вот опасть. Но, в принципе, это основано на одном и том же. Просто осенью он уже становится не такой упругий, не такой твердый, как летом. Поэтому ферментируйте лист вишни либо в самом начале летнего сезона, либо в самом конце, после сбора ягод. Конечно, полезные ягоды. Но просто нахождение такой яркой кислоты в вишневых плодах не всем подходит, особенно людям с повышенной кислотностью. А вот лист вишни можно пить почти при любой кислотности. Он не имеет строгих противопоказаний, подходит и беременным, и детям, и всем. Причем вы приносите ощутимую пользу организму. Да, он поднимает иммунитет, что сейчас очень сильно актуально. Собрать за лето все те растения, которые вам будут помогать в борьбе с осенними простудами. Нам, как оказалось, это совсем ни к чему. Поэтому лист вишни, вообще вишневое дерево распространено очень широко. Во многих садах растет. А на Алтае просто некоторые горы вперемешку покрыты вишневыми деревьями и другим кустарником. Но я вот нашла в лесу, поэтому собирайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.